Добрый день, Татьяна Викторовна! Пожалуйста, в чате, кто вы по профессии, из каких населенных пунктов. Нам важно знать географию нашего вебинара и участники каких профессий присутствуют здесь. Меня зовут Журова Инна Александровна, еще раз представлюсь. Я учитель-логопед высшей коллекционной категории. Сегодня мы с вами поговорим о мозжечковой стимуляции, что это такое, зачем вообще это нужно. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам, родителям тоже, конечно же. И в последнее десятилетие в мире отмечается нарастание чистоты рождения детей с врожденными физическими аномалиями, дефектами интеллекта и тяжелыми хроническими инвалидизирующими заболеваниями. Этот факт привлекает внимание ученых разных областей знаний – медицины, психологии, педагогики, нейропсихологии. В каждом случае объект исследования являются проблемы специфические. Среди множества проблем, находящихся на стыке клинических дисциплин, специальной психологии и педагогики, проблема нарушения речи занимает основное место. Мозг человеку уникален. Он имеет свои индивидуальные характеристики с точки зрения объема, обработки информации, гибкости мыслительных процессов. Мозг способен одновременно анализировать и синтезировать поступающую информацию. Именно мозг является главным в организме человека. Я думаю, тут у меня секрет, все мы об этом знаем прекрасно. То, как развивается и работает детский мозг, как различается образ мышления мальчиков и девочек, а также левшей и правшей. Что происходит в работе мозга ребенка во время посещения дошкольного образовательного учреждения. Какую методику выбрать для его обучения в зависимости от индивидуальных особенностей. Вот задача нейропедагогики, которая в последние десятилетия занимает прочную позицию среди педагогических наук. Базируясь на классических основах педагогики, куда же мы без них, педагогики, психологии, неврологии. Нейропедагогика это наука, которая объединяет достижения нейроанатомии, нейропсихологии, нейролингвистики, нейрогенетики, а также педагогики и психологии. Опираясь на труды Льва Семеновича Выгодского, основателя традиции изучения высших психических функций, и Александра Романовича Лурия, основателя нейропсихологии. Многие ученые современности, такие как Виктор Анатольевич Москвин, Нина Викторовна Москвина, подтверждают особенности нейропсихологической организации мозга и важность разработки данного направления в связи с тем, что увеличилось количество детей с задержкой развития, с гиперактивностью, синдромом дефицита внимания. По данным Инны Борисовны Карелиной, всего 42% детей имеют нормальное речевое и психическое развитие, а у 48% детей дошкольного возраста выявлены задержки развития разного характера. Так, портрет ребенка теперь уже с ограниченными возможностями здоровья постоянно меняется, и традиционные методы коррекции не всегда будут эффективны, оказываются не всегда эффективными. Поэтому необходим поиск новых путей преодоления трудностей и развития ребенка. На сегодняшний день нейропсихологическая коррекция представляет собой наиболее эффективный метод без медикаментозной помощи при отдельных видах нарушений. И если подход грамотный, то и результативность окажется достаточно высокой. Почему мы обратились с вами именно к данному вопросу? Нередко родители понимают, что что-то с ребенком не так, но никаких действий не предпринимают, а это в дальнейшем приводит к проблемам. И одним из новых приемов коррекции различных нарушений в речевом, интеллектуальном развитии является мозжечковая стимуляция. Что это такое? Это комплекс коррекционно-развивающих методик, которые направлены на восстановление или тренировку функций стволовой структуры мозга и непосредственно мозжечка. Родителям иногда кажется, что неуклюжесть, нарушение баланса, координация движений – это скорее-таки особенности ребенка, а не неврологические проблемы. Но вот эти вот особенности являются признаками нарушения работы ствола мозга и мозжечка. Они часто диагностируются у детей с задержкой речевого и психического развития, с заболеваниями аутистического спектра, такие как ранний детский аутизм, синдром Аспергера, аутистические состояния, нарушение поведения, внимания, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Можечок – это часть головного мозга, которая контролирует у нас координацию движений, равновесие, поза человека, мышечный тонус. Можечок обрабатывает информацию, которая передается из мозга и периферической нервной системы для балансирования и контроля за движениями тела. Можечок помогает, позволяет, точнее, автоматически двигать мышцами на бессознательном уровне. Когда мы, например, ездим на велосипеде, вводим машину, играем на пианино и так далее. Можечок также может участвовать в когнитивной функции и связан с человеческим интеллектом. Можечок отвечает за мышечную память, координацию движений, баланс мышечного тонуса, равновесие, поддержание поза. Можечок человека содержит больше нервных клеток, чем все остальные отделы головного мозга. Очень долго ученые были убеждены, что можечок отвечает только за одно равновесие, и за координацию движений, и движение глаз. Однако, в последние десятилетия было проведено множество исследований. Ученые пришли к выводу, что можечок – это ключ практически ко всему. В том числе и к интеллектуальному, речевому и даже к эмоциональному развитию ребенка. Можечок – это самый быстродействующий механизм в мозге. Он быстро перерабатывает любую информацию, которая поступает из других частей мозга, и определяет скорость работы всего головного мозга в целом. Чтобы наше тело было сильным, красивым, выносливым, мы делаем что? Делаем зарядку, правильно? Чтобы обеспечить нашему мозгу хороший тонус и продлить его молодость, мы тоже должны делать зарядку. Ничего другого, ничего нового. Познавательные и мыслительные навыки можно улучшить через многократное и четко выстроенное выполнение упражнений на равновесие. Они позволяют улучшить синхронизацию и взаимодействие обоих полушарий головного мозга. И, как следствие, взаимодействие вестибулярной, зрительной, тактильной и киноэстетической систем. В результате эффективность работы мозга повышается, и проблемы, которые связаны с процессом анализа и обучения, они исчезают. Можечок имеет связи с другими структурами в головном мозге, и его стимуляция активизирует эти области. В том числе лобные отделы, которые отвечают у нас за психическое развитие, височные, которые отвечают у нас за понимание и за моторную организацию речи. Программа можечковой стимуляции нормализует работу ствола мозга и можечка. В результате занятия не только улучшается физическая форма ребенка, ну, вообще человека в общем, но повышается также еще пластичность головного мозга. Преодолевается его функциональная незрелость, а это позволяет добиться рывка, формирования навыков адаптации и коррекции поведенческих нарушений. Как же мозжечковая стимуляция влияет на речь ребенка? Для всех детей с нарушениями речи характерны нарушения моторной функции. Выражены в артикуляционных расстройствах, трудностях серийно-последовательных построений. Это и слоговая структура слова, это звукослаговой анализ и синтез письма, чтение и также темпоритмической организации речи. Выполняя упражнения на балансировочной доске, ребенок одновременно проговаривает слова или словосочетания на заданный класс слоговой структуры, автоматизирует поставленный звук, определяет место звука в слове, придумывает на заданный звук слова, повторяет скороговорки и так далее. Более подробно я расскажу, какие упражнения можно использовать, но чуть-чуть попозже. Все упражнения выполняются с применением дополнительного оборудования. Сенсорные мячики, мешочки, кинезиологические шарики, стенд с мишенями, мишени с цифрами, с мячами тоже выполняем упражнения. При таких занятиях на балансире у детей развиваются одновременно такие системы, как вестибулярная, моторная, сенсорная, глазодвигательная. Если ребенку не удается удерживать баланс, он меняет положение своего тела в пространстве, по-другому распределяет вес тела, двигает ногами до тех пор, пока ему не удается найти равновесие. По мере усвоения увеличивается сложность упражнений. Идем от простого сложного к сложному, как всегда. Интеграция между двумя полушариями, развивающиеся в ходе занятий, обеспечивает развитие пластичности мозга и возможность компенсировать функциональные или органические недостатки базовых структур мозга. Большинство упражнений на балансирующей доске пересекают среднюю линию тела, многократное повторение которых приводит к значительному улучшению межполушарного взаимодействия. А это является необходимой предпосылкой для формирования речи и других психических процессов. Как может проявляться слабость развития мозжечка? При плохой работе мозжечка у ребенка отмечается нарушение двигательной активности, когнитивных способностей речи. Основные нарушения мозжечковой слабости – это снижение внимания, синдром гиперактивности, изменение в поведении, нарушение осанки, патологии вестибулярного аппарата, то есть что плохое удержание равновесия, головокружение может отмечаться, плохая обучаемость, снижение памяти, отсутствие планирования движений и действий, нарушение речевой функции, устная речь, письмо тоже здесь же будет, неловкость в движениях, изменение походки. Все эти проявления могут быть выражены в разной степени. Причиной повреждения мозжечка могут стать стремительные роды, тонус матки во время беременности, внутриутробные инфекции. К нарушению мозжечковой функции приводит гипоксия, которую провоцирует болезнь плацента, отслойка, фетоплацентарная недостаточность и так далее. Изменение работы мозжечка отмечается у малышей с детским церебральным параличом, что представляет из себя программа стимуляции мозжечка. Стимуляция мозжечка – это комплекс упражнений на координацию движений. Методика похожа на лечебную физкультуру. Программа предусматривает использование специальных приспособлений, балансиров, которые требуют от ребенка концентрации внимания, удержание равновесия, выполнение несложных задач. Можжечковая стимуляция будет эффективна при следующих диагнозах, заключениях. Это СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, минимальная мозговая дисфункция, задержка речевого развития разной степени тяжести, задержка психического развития, задержка психоречевого развития, нарушение устной, письменной речи, сюда и дисграфия, и дислексия тоже, аутизм, расстройство вообще аутистического спектра, синдром Аспергера, логоневроз, что еще сюда же, центральное нарушение слухового анализа, расстройство сенсорной обработки, нарушение походки, нарушение осанки, нарушение моторики, нарушение работы вестибулярного аппарата, ну и вообще нарушение координации движений. В каком возрасте можно проводить стимуляцию мозжечка? Тоже важный достаточно вопрос, который я не могу обойти своим вниманием. Часто вопросы возникают по этому поводу. Занятия по мозжечковой стимуляции начинают проводить с трех лет. Ранее этого возраста их назначают редко, поскольку ребенку трудно объяснить, что нужно делать. А вот с трех-четырехлетнего возраста малыши уже хорошо понимают задачи, которые ставятся перед ними. Для облегчения тренировочного процесса ребенку показывают движения и одновременно объясняют словами. При выполнении упражнений, конечно же, за ребенком наблюдают взрослые. Это может быть и дефектолог, и психолог, логопед, родитель. Для стимулирования работы мозжечковой функции активно используются специальные приборы, а также быстрое перемещение тела в пространстве. И приспособления, которые нам понадобятся, они сейчас перед вами на экране, балансировочная доска Бельгоу. Она улучшает равновесие, координацию и ловкость. Еще, может, как вариант тоже, что может пригодиться и можем использовать, это прибор-балансмастер, пастрограф используется для развития равновесия, координации. Это такая интерактивная платформа, когда ребенок стоит на специальной платформе. Эта платформа очень чутко реагирует на любые движения ребенка. На мониторе демонстрируется информация. Расскажу хорошо. И так, и так можно. Информация демонстрируется на мониторе, и она идет по каналам обратной связи. Выполняются различные задания, которые похожи на увлекательную, интересную игру. Еще то же, что можем использовать, это интерактивный стабилотренажер с биологической обратной связью. Об использовании каждого из них я расскажу более подробно. Самой популярной, менее затратной, скажем так, доступной для нас с вами считается методика Бельгоу с использованием балансировочной доски. Это программа мозжечковой стимуляции, которая создана была, была точнее, в Соединенных Штатах Америки в середине 20 века. Ее основателем стал доктор Фрэнк Бельгоу, который в начале 60-х годов 20 века, будучи учителем в школе, заметил, что дети, делающие на переменах упражнения на равновесие, на координацию движений и развитие зрительно-моторной координации, они более успешны в учебе. И вот этот вот простой факт и стал основой разработки его системы развития мозжечка как средство повышения успеваемости детей в школе. Именно он первым во время работы с детьми, плохо умеющими читать, выявил связь между двигательной активностью и изменениями навыков чтения. Тогда же Бельгоу разрабатывает специальный снаряд, балансировочную доску и придумывает целую серию упражнений на ней. Впоследствии его программа получила название, что там английское название, в переводе на русский язык можно перевести как прорыв в обучении. На наш русский язык прорыв в обучении. Еще называют этот метод Балометрикс. И эта программа является результатом более чем 30-летних наблюдений, исследований, которые проводили американские ученые. Данная программа уникальна по своей продуманности и системности и самое главное неоднократно доказавшая свою эффективность. В основе программы мозжечковой стимуляции лежит система тренировок на балансировочной доске Бельгоу. Упражнение чем-то, как я уже говорила, похоже на лечебную физкультуру. Ребенок стоит на балансировочной доске, выполняет задания педагога, одновременно при этом пытаясь удержать равновесие. Педагог следит за последовательностью и правильностью, правильной очередностью выполняемых заданий. За техникой безопасности, конечно же, в использовании оборудования. Обязательно начинаем с простых упражнений, и затем уже по мере отработки переходим к более сложным, создаем дополнительную мотивацию для выполнения заданий. Для каждого ребенка, конечно же, мы тоже разрабатываем индивидуальную программу. При этом учитываем возраст ребенка, его возможности, его особенности. Цель таких упражнений это научить мозг правильно обрабатывать информацию, полученную от органов чувств, улучшить навыки речи, письма рукой, развить навыки чтения, концентрацию внимания, математические навыки, стимулировать развитие памяти и понимания. В ходе занятий повышается пластичность мозга, о чем я тоже уже отмечала. Появляется возможность заполнить пробелы и восполнить недостатки функциональности базовых структур головного мозга. Улучшается успеваемость, навыки социальной адаптации, стабилизируется психоэмоциональное состояние. Ребенок обретает хорошую физическую форму, исправляется осанка, заметно улучшается координация движений. Можечковая стимуляция также значительно улучшает эффективность любых коррекционных занятий с логопедом, с психологом, с дефектологом. Занятия можно начинать, опять же, если ребенку уже исполнилось 3-4 года. И оптимальная периодичность занятий 3 раза в неделю по 30-40 минут. Но можно еще также в качестве физкульт-минуток включать. То есть это стандартные занятия, чтобы мы действительно могли увидеть с вами результат нашей работы. Это 3 занятия в неделю по 30-40 минут, а так можем включать в режимные моменты в виде физминуток и так далее. Какие показания будут у нас к занятиям на балансировочной доске Бельго? Это прежде всего дети с нарушениями работы вестибулярного аппарата, у которых отмечаются проблемы в обучении, дети, у которых есть нарушения устной и письменной речи, нарушения координации движений, моторная неловкость, нарушения аутического спектра, ЗПР, задержка речевого развития, минимальные мозговые дисфункции, синдром дефицита внимания, гиперактивность. В основе тренажера Балометрикс лежит, как я уже говорила, балансировочная доска Бельго. Она выглядит таким образом. Это деревянная доска. Выглядит она, как деревянная платформа, которая имеет округлую основу. Поверхность доски имеет специальную разметку, а угол наклона платформы регулируется специальными рокерами. И можно изменить с помощью этих рокеров радиус от 5 до 50 градусов. В зависимости от уровня наклона изменяется уровень сложности упражнений. Уровень сложности упражнений можно менять за счет регулировки положения ног на разметке. Балансировочная доска для мозжечковой стимуляции имеет возможность поворота опор на 180 градусов, тем самым усложняя выполнение различных заданий. Вес доски небольшой, 2,5 кг, приблизительно, толщина материала 18 мм. Дети с удовольствием занимаются на такой доске, и такие уроки не вызывают у них страха или боязни не выполнить задание. Для детей это оказывается интересно, самое главное полезно. Чтобы удержать равновесие на такой доске требуется определенная сноровка. Поэтому сначала ребенку необходимо научиться удерживать равновесие на самой доске. То есть мы вначале ставим задачу, чтобы ребенок научился сохранять равновесие на доске, не используя при этом дополнительные материалы, дополнительный инвентарь. Например, что здесь можно... к балансировочной доске еще прилагается оборудование с целью усложнения техники упражнений. Но это опять же, когда ребенок уже научится сохранять баланс на самой доске. Сделать на самом деле можно и самим. Это примерные варианты. То, что продается, что мы можем приобрести с вами. Это набор из тканевых мешочков, а можем делать сами мешочки с крупой, например. Разные по размеру, цвету, разному весу. Что еще? Палка с цветной разметкой, цифрами или ракетка для отбивания мяча на резинке, мяч на шнуре или резинке, напольная мишень с цифрами, а потом здесь можем, мы еще расскажу, не только цифры мы можем наклеивать с вами картинки для выполнения определенных упражнений. Итак, напольная мишень, мишень со стрелами, разметку можем сделать на полу или на стене, что еще нам может понадобиться, кегли могут понадобиться, банки различные, подушки, стаканчики, что-то на сбивание, что есть. Набор из нескольких разных мячей разного размера, прыгучести и веса. Упражнение проводится в специальном помещении, которое хорошо проветривается, уже проветрено. Малыш встает на балансировочную доску, удерживает равновесие. Дальше ребенок начинает выполнять задания взрослого. Кинуть или поймать мячик, назвать все буквы алфавита, назвать животных, имена, например, девочек, мальчиков и так далее. Первый курс по системе Бельгоу дети обязательно должны пройти под руководством квалифицированного педагога. На этих уроках ребенок учится самостоятельно вставать и сходить с балансировочной доски без посторонней помощи, выполнять на ней серию простых упражнений с предметами, а также проговаривать свои действия. Далее уже родители могут пройти инструктаж и получить разрешение на занятия с ребенком дома. Однако при этом необходим периодический контроль со стороны педагога, который даст возможность оценить полученные результаты и выявить ошибки в обучении. Главным условием, которое обеспечит результативность метода Белегова является, конечно, желание самого ребенка. То есть сам процесс обучения должен доставлять ему удовольствие. Поэтому взрослые должны придерживаться простых достаточно правил проведения занятий, не придерживаться жесткого графика и времени выполнения упражнений, если ребенок в этот момент не находится в ресурсном состоянии. Ну, мало ли, может быть, он устал, может, он нервозный сейчас, у него повышенная раздражимость, апатия. Не проводить занятия, когда ребенок голоден, а также в течение примерно часа-полутора часов после еды. Отменить уроки на период болезни. Не заниматься с детьми, находясь в состоянии раздражения или усталости. Взрослым следует экспериментальным путем выяснить, в какое время у ребенка происходит наилучшее усвоение информации и использовать его уже для последующих занятий. Все упражнения на доске Бельгоу выполняются в последовательности. Она представлена перед вами на экране. Первое это освоение балансировочной доски Бельгоу. Далее второй пункт здесь комплекс упражнений с сенсорными мешочками. Затем уже выполняем упражнения с мячом маятником. Затем с цветной планкой с доской с цифрами и комплекс упражнений с использованием стендом с кубиками. И давайте попробуем подробно более подробно разберем какие упражнения можно выполнять на доске Бельгоу. Презентацию вы можете скачать. Она разрешена для скачивания, поэтому не будем долго останавливаться на предыдущем слайде. Хорошо, чтобы не тратить время. Хочется много чего успеть рассказать. Любимая моя тема, одна из любимых. И какие можем использовать здесь упражнения игры. Для знакомства ребенка с доской, чтобы избежать страха у ребенка, а также чтобы он быстрее освоился и был успешен, лучше начинаем конечно же с простых упражнений. Первое это залезть и слезть в доске. Здесь можем предложить залезть и слезть спереди, спереди например, сзади, с обеих сторон. Дальше ребенок располагается в положении сидя по-турецки, раскачивает доску и раскачивая доску попросить ребенка удержать равновесие. Еще как вариант ребенок в положении сидя на доске. Упражнение для рук. Имитация плавания. То есть ребенок сидит на доске, имитация плавания руками. Можно двумя руками, можно поочередно. Сначала например левый, потом правый, потом двумя руками. Следующий ребенок тоже в положении сидя, но на корточках, покачивающий движение стороны в сторону головой. Затем зафиксировать взгляд на каком-то предмете и круговое вращение головой. Ребенок в положении стоя или сидя медленно покачивается вперед-назад. Лучше выполнять под музыку. Положение дальше тоже круговые вращения руками. Обе руки в сторону вперед назад. А тут еще потом можно предложить разные стороны. Одна вперед, другая назад, потом поменяли. Здесь как раз тоже синхронизируем работу обоих полушарий головного мозга. Еще тоже как вариант любое положение стоя, сидя, на корточках, на коленях, по-турецки обе руки положить на грудь, например, просим ребенка, потом поднять руки над головой, прямые руки в сторону, нагнуться, достать пальцы ног, ну и вообще еще тоже любые движения выполнять, которые нравятся ребенку. простые ознакомительные игры с балансировочной доской могут быть такие. Например, предлагаем ребенку игру «Вот какой я ловкий». Ребенку нужно залезть и слезть с доски спереди, сзади, с обеих сторон повторяем так 5-10 раз. То есть вы то, что я говорила, облекаете это в игру. Давай поиграем «Какой ты ловкий?» Ну и так далее. Покажи мне «Какой ты ловкий?» Ну, потом рефлексию, конечно же, тоже даем, просим, чтобы ребенок дал рефлексию. Еще игра «Как красиво я сижу, спинку ровно я держу». Ребенок в положении сидя по-турецки удерживает равновесие 2-3 минуты. Или упражнение «Плавец» обозначаем. Ребенок сидит на доске, выполняет движение руками, вот эту вот имитацию движения плавания. В ножницы ребенок подтягивает руки вперед, перед собой, поворачивает одновременно их влево, а голову, например, вправо тянется. Затем наоборот, голову уже вправо, а тянется в левую сторону. И необходимо стоять на доске ровно и удерживать при этом равновесие. Или упражнение, например, еще весы. руки как у балерины вниз и в круг. Руки изображают чашу весов, ладошки вверх, носики весов, пальчики соприкасаются. Одновременно правая рука поднимается вверх и ладонь смотрит в потолок, тянется туда. А левая опускается вниз и ладонь смотрит в пол, тянется туда. возвращается в исходное положение весов и меняется местами. Уже левая пошла наверх, а правая пошла вниз. И выполняем это упражнение от 5 до 20 раз. 5-20 раз. Какие можно использовать усложненные упражнения с использованием аксессуаров? Например, упражнение с разновесными мешочками. Разного веса мешочки с крупой кидаем ребенку. Можно принимать мешочки от ведущего одной рукой, двумя руками, кидать и ловить мешочки одновременно, подкидывать мешочки вверх двумя руками, использовать мишень на полу, мишень на стене, подкидывать вверх каждой рукой. С мячом маятником тоже что можно? Отбивать подвешенный мяч левой, правой рукой, двумя руками. Можно использовать мишень на полу, мишень на стене, отбивать мяч от наклонной доски, кинуть подвешенный на резиночке мяч, хлопнуть в ладоши, пока он летит. Отбивать летящий мячик палочкой или ракеткой. Эти упражнения являются универсальными, выполняются с использованием речевого материала. Но опять же, сначала, чтобы ребенок отработал эти движения, а потом уже по мере отработки вы включаете речевой материал. Для малышей с трехлетнего возраста используем самые простые упражнения на покачивание, балансирование. Ребенок может не только стоять, но и сидеть на доске. И покачиваться можно под музыку. Эффект виден уже через один-два месяца при регулярном проведении занятий. Дети становятся ловкими, активными, уверенными в себе. В работе с детьми старшего возраста используются упражнения с дополнительными уже аксессуарами. игры и упражнения, которые используются, можно использовать как вариант при развитии звуковой стороны речи с использованием метода балометрикс. Например, пропеваем гласные звуки с движением стоя на балансировочной доске. Все гласные пропеваем на выдохе. Например, еще игра «Цветок распускается». Исходное положение стоя на балансировочной доске, руки опущены, через стороны поднять вверх на вдохе, а руки через стороны идут вниз, поем На выдохе. То есть на вдохе поднимаем, на выдохе пропеваем. Упражнение Рубендрова. Здесь звук У произносить будем. Исходное положение. Опять же, стоим на балансировочной доске, руки опущены, ноги шире плеч, руки прямые, вверх вдох, наклон, поем У на выдохе. Обнимаем солнышко. О. Тоже стоим на балансировочной доске, руки опускаем. Руки в стороны. Вдох. Руки соединяются в кисти, складываются. Изображаем букву О. И на выдохе пропеваем О. И так далее. С другими звуками, например, со звуком И. Поймай бабочку. Стоим на балансировочной доске, руки опущены, руки плавно поднимаем вверх на вдохе, на выдохе и так далее. То здесь вы уже можете придумывать дальше смысл, главное понять. При коррекции звукопроизношения можно предложить такие упражнения. Например, подкидывать мяч или мешочек и ловить, называя слоги, слова с автоматизируемым звуком. Подкидывать мяч или мешочек, хлопнуть в ладоши, называть слог, слово с заданным звуком, поймать мяч. Ударами мяча о пол, доску, стену, называть слово. Что еще? Здесь мы можем же делить на слоги. Ловить мяч двумя руками или одной рукой. Ударять мяч о пол одной рукой, ловить другой. При этом называть слова или слоги с автоматизируемым звуком. Отбивать мяч левой рукой, правой рукой, называть слова закрепляемым звуком, либо направить работу на словоизменения, либо согласование существительных с числительными. Здесь помимо звукопроизношения отрабатываем еще и грамматику. Следующий этап. Стоя на доске, ловить и бросать мяч-маятник. В потолок можно вбить крючок. К нему привязывается на тонкой веревке резиновый мячик среднего размера, примерно на расстоянии полутора метров от пола. И какие здесь упражнения? Подбрасываем, ловим мячик разными руками. Подбрасываем, ловим с хлопками. Подбиваем движение, то есть вверх идет. Подбиваем раскрытой ладошкой. Как можно большее количество раз. Отбивать можно мяч палкой-ракеткой. С цветной планкой. Что можно сделать? Отбивать мяч-маятник одним цветом или разными по сигналу педагога. Отбивать мяч правым, левым концом планки, либо серединой. Отбивать мяч планкой, пытаясь сбить мишень, которая стоит на подставке. И здесь тоже примеры игр. Найти предмет с доской для отбивания. Доска для отбивания. Наклеиваем картинки. И предлагаем ребенку найти предмет с автоматизируемым звуком в правом верхнем углу. В верхнем-нижнем, в верхнем-левом ряду, в нижнем ряду, в левом столбике, в правом столбике и так далее. То есть назвать его или их в зависимости от количества, которое даете. И ударить, например, по нему мячом, например, поймать мяч. Что еще? Принцип будет тот же самый, только нужно назвать предмет, который изображен под чем-то, над чем-то, слева от чего-то, справа от чего-то. Или еще игра точное место. Для этого необходимо найти рисунок, который, например, слева сверху, потом назвать предмет, который находится через одну клетку справа, ниже, через две клетки и так далее. Можно разместить картинки с автоматизируемым звуком на напольной доске и попросить мячом уже попасть в те картинки, в названии которых есть заданный звук. В названии которых он стоит в начале слова, в середине слова, ну а потом уже в конце слова. При развитии фономатических процессов выполняются те же упражнения с балансировочной доской и аксессуарами. При этом, стоя на балансировочной доске, ребенок выполняет задания педагога, направленные на развитие фономатических процессов. Повторить слоги, слова с оппозиционными звуками, определить первый звук в слове, последний звук в слове, второй звук, место звука в слове, количество звука в слове и так далее. Тоже, как пример, найти предмет в правом верхнем углу, в левом нижнем углу и так далее. Назови его, определи первый звук в слове, последний звук в слове, второй звук в слове и так далее. Ударь по нему мячом, поймай мяч. Дальше. Принцип тот же самый будет, только нужно назвать предмет, который изображен под чем-то, над чем-то. Я люблю задания многофункциональные, чтобы не только над одной фономатикой поработать, но еще и плюсом ко всему. Поэтому по-разному варьирую. Некогда по отдельности лично мне заниматься, поэтому все в кучку скидываю. Игра – точное место. Необходимо найти рисунок, который слева сверху, потом назвать предмет, который находится через одну клетку. И там точно так же. Назови первый звук, последний звук, количество звука в слове и так далее. Можно разместить картинки на напольной доске и попросить попасть мячом в те картинки, в названии которых, например, есть заданный звук, в названии которых он стоит там, например, в начале слова. Или попасть мячом на ту картинку, в названии которой у нас будет, например, пять звуков и так далее. При обогащении словарного запаса выполняются те же самые упражнения с балансировочной доской, аксессуарами. При этом, например, какие может выполнить задания ребенок. Педагог кидает мяч ребенку, загадывает загадку. В воде она живет, нет клюва, а клюет. Ребенок должен отбить мяч и отгадать загадку. По тому же принципу отрабатывается словарь существительных по лексическим темам. Игра животных и детенышей. Закрепляем в речи название детенышей животных. Отрабатываем навыки словообразования. Ребенок стоит на балансировочной доске, удерживает равновесие, отвечает на вопросы педагога. Педагог бросает мяч или мешочек, например, с песком, называет какое-либо животное. Ребенок, возвращая мяч педагогу, называет детеныша этого животного. Усложнение может быть удары мяча у пола или кидаем из-за головы. У медведя медвежонок, у волка волчонок, ну и так далее. Схоже, но детям дается. Но опять же, при регулярной тренировке, во-первых, это интересно детям, нежели мы просто будем, скажи у медведя кто. Или другой вариант, когда мы стоим на балансировочной доске с аксессуарами, здесь мы как раз работаем в разных направлениях. Еще тоже игра, скажи наоборот, тоже направлена на расширение словарного запаса, конкретно расширение антонимов, словаря антонимов. Ребенок, стоя на балансировочной доске, удерживает равновесие, педагог бросает мячик или мешочек с песком, произносит слово. Ребенок возвращает этот предмет и называет слово противоположное по значению. Тяжелый, легкий, холодный, горячий и так далее. Ассоциации игра. Расширяем объем словаря, речевых ассоциаций. Правое полушарие активизируется здесь, которое отвечает у нас с вами за образное мышление. Ребенок, стоя на балансировочной доске, удерживает, опять же, равновесие. Педагог бросает ребенку, ну, пусть будет мячик или мешочек и называет какой-либо признак предмета. Красный. Ребенок ловит этот предмет, добавляет слово, обозначающее предмет, обладающий этим признаком. Называет, например, мак и так далее. Работают. Еще игра разноцветная фантазия. Педагог предлагает ребенку найти на напольной доске белый квадрат, ударить по нему мечом и подобрать существительные, обозначающие предметы белого цвета. Например, снег, мел, сахар, соль и так далее. Естественно, конечно, цвета могут быть разные. При развитии функции словоизменения и словообразования выполняются те же самые упражнения с балансировочной доской и аксессуарами. Здесь подключаем игры такие, как «Один много» или «Посчитай». Взрослый предлагает ребенку посчитать какой-либо предмет до пяти, при этом отбивая мяч на каждое слово цветной планкой. Либо ребенок, стоя на балансировочной доске, удерживая равновесие, отвечает на вопросы педагога. Педагог бросает мяч или мешочек с песком или еще с какой-то крупой, называет один предмет, а ребенок возвращает этот предмет, отвечает, как будет звучать, например, два этих предмета, пять этих предметов, один предмет и так далее. Например, одно облако, два облака, пять облаков и так далее. Игра «Скажи ласково» образуем уменьшительно-ласкательные суффиксы. Ребенок точно так же стоит на балансировочной доске, ему педагог кидает мяч, называет слово, а ребенок возвращает и называет слово уже с уменьшительно-ласкательным значением. Мяч, мячик, яйцо, яичко и так далее. Из чего какой? Стол сделан из дерева, какой деревянный? Чей, чья, чьё? Образуем притяжательные прилагательные. Поднос чей мамин, например, хвост чей собачий и так далее. При отработке предложенно-подежных конструкций используем напольную доску, тоже уже обозначало ранее, как мы можем с ней поработать. Для развития связанной речи можно предложить следующие игры, например, игра «Отгадайка». Здесь идет описание предмета по существенным признакам. Ребенок, удерживая равновесие на доске, педагог ему загадывает загадку, описывая предмет, находящийся в комнате. Называя существенные признаки, не глядя на него, бросает при этом мяч. Или наоборот, здесь можно, когда ребенок начинает описывать, бросает мяч педагогу, а педагог должен отгадать, о чем идет речь и так далее. То есть первый вариант более простой, второй вариант уже усложнение идет. Еще, где начало рассказа. Здесь идет развитие последовательности, логически, логичности в составлении рассказа по серии картин. Ребенок стоит на балансировочной доске, удерживает равновесие, перед ним находится напольная мишень, доска для отбивания, на которой находятся уже сюжетные картины, картинки. Ребенку предлагается ударить мячом по нужной картинке и составить развернутый, связанный и последовательный рассказ. Еще, как вариант, опиши игрушку, построение предложений со словами-предметами, словами-признаками, словами-действиями. Ребенок стоит на балансировочной доске, перед ним находится та же напольная мишень, на которой находятся картинки с изображением игрушек. Пусть будут сначала у нас игрушки. Ребенок ударяет мячом по картинке и описывает игрушку. Например, лиса. Это животное, которое живет в лесу. У лисы рыжая шерсть, длинный хвост, она ест мелких животных и так далее. Еще можно, уже более сложный вариант, придумай рекламу книги или, например, рекламу платью. Здесь уже разбиваем умение творчески использовать слово, описывать предмет, давать ему яркую характеристику. Педагог, например, называет слово, а ребенок, стоя на балансировочной доске, рассказывает о предмете коротко, ясно, обращая внимание на характерные детали и бросает мяч. Времени уже совсем не остается. Применение современных инновационных разработок и внедрение здоровья сберегающих, здоровья развивающих технологий, основанных на принципах биологической обратной связи и мозжечковой стимуляции, позволяют добиться устойчивого результата и ускорить процессы коррекции нарушений и абилитации при самом широком спектре заболеваний и проводить их современную диагностику и профилактику на ранних стадиях. Для тренировки и развития высших психических функций используется интерактивный стабилотренажер с биологической обратной связью. И применение стабилотренажера с целью мозжечковой стимуляции в коррекционной педагогике позволяет включать интерактивные упражнения с высокой мотивацией ребенка, направленные на развитие равновесия, координации движений, улучшение состояния при функциональном головокружении и так далее. Не буду перечислять, все на экране есть, хорошо, чтобы не тратить время. Стабилотренажер, ну здесь представлен А150, представляет собой вот такую напольную платформу, она подключается к персональному компьютеру через USB, измеряет вес тела человека и с помощью специализированного программного обеспечения стабиломера рассчитывает координаты его центра давления на платформу для формирования канала биологической обратной связи. И напольная платформа, она регистрирует перемещение давления тела, стоящего на ней человека. И через соединительный кабель уже передает сигнал в подключенный компьютер или ноутбук. И среди развивающих игр с БОС есть возможность проводить интерактивные тренинги с метрономом. Программа анализирует специальный комплекс упражнений с использованием обратной связи, который тренирует области мозжечка и головного мозга. Здесь занятия можно начинать с 5-6 лет с этой платформы, но они тоже, конечно же, должны быть регулярными 3-4 раза в неделю и построены по той же схеме от простого к сложному. В среднем курс длится от 10 до 20 занятий в зависимости от нарушений по 15-30 минут. Еще вот есть такой метод реабилитации с биологической обратной связью. Да, вот согласна. Спасибо огромное за отзыв, очень важно. Это компьютерная пастрография. И здесь это прибор, на котором проводится обследование дальнейших курс реабилитации. Балансмастер, можем услышать такое название, способствует здесь не только тренировке местибулярного аппарата, улучшению осанки, но и развитию навыков речи, внимания, снижению гиперактивности, нормализации физического и психоэмоционального состояния. Помимо приборов, вот что очень интересно, и то, что мы по факту пропускаем. Вспомните наше советское детство, когда мы с этим с вами, мы жили в этом, правильно? А сейчас очень редко можно встретить детей, которые катаются на велосипедах, сборах. Помимо приборов с детьми проводятся занятия в виде свободного перемещения тела в пространстве. Это прыжки в воду, на батуте, пружинистые снаряды, маты, катание сборок, горизонтальные здесь. Это упражнения на фитболах, роликах, велосипедах, самокатах, вращательные, кольца, карусели. Что там еще можно предложить? Кувырок через перекладину или в воде, маятниковые, качели, кольца здесь же будут, гамак сюда. Ощущение чувства гравитации или частичная невесомость. Это плавание, прыжки на батуте, фитнес в мячах, прыжки в воду, катание с горок. Эти методы, они вообще доступны в домашних условиях, в детских садах, на игровых площадках. И довольно часто дети сами выбирают наиболее предпочтительные для себя вестибулярные упражнения. Кто-то любит качаться на качелях, кто-то прыгает на кровати, а мы им не разрешаем это делать. А кто-то кружится, любит кружиться или нырять. У детей с функциональными нарушениями мозжечка головокружение появляется не на первых занятиях и является первым признаком мозжечковой активации. И, следовательно, началом развивающего процесса. Однако, если у ребенка появились вегетативные реакции на вращательные упражнения, бледность, повышение фотоотделения, тошнота, головокружение, страх, мало ли, неудовольствие, то вращательную нагрузку следует в данный момент прекратить. В дальнейшем уменьшить и постепенно увеличивая от занятия к занятию. И регулярность тренировок обеспечивает создание и укрепление необходимых нейронных связей между отделами головного мозга, дефицитарность которых обуславливает различные трудности у ребенка. Занятия мозжечковой стимуляции позволяют усилить эффект других занятий с психологами, с логопедами, с дефектологами. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Огромная благодарность за ваши отзывы. Очень рада, что вебинар оказался полезным. Это очень ценно. Понимать, что не зря. Что информация нужная. Так, походу еще. Да, вебинар будет в записи. Можно, конечно же, тоже. Диск тоже включаем. Можем использовать. Хорошо, спасибо огромное. Уважаемые слушатели, была рада вас слышать, видеть. Видеть ваши отзывы. Спасибо за ваше внимание. Всего доброго. Ждем вас на наших вебинарах. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...